И последнее. Роботы от самых юных изобретателей представили в столице республики. В Якутске прошел первый республиканский фестиваль робототехники среди дошкольников. С плодами технического творчества молодых изобретателей ознакомилась Сырглана Федорова. На парад роботов в детском саду Прометейчик собрались 35 юных изобретателей из разных уголков республики. Увлеченные конструированием дошкольники, занимающиеся в технических кружках, представили на суд жюри свои модели техники. Начинающие конструкторы защитили творческие проекты, аргументированно доказывая свою точку зрения. Ребята продемонстрировали роботов самого разного назначения. Нашего робота зовут Валли. Он дворник. Он электрический. Он брызгает водой, моет и берет мусор. И остальное свежий мусор кладывает здесь. На уроках робототехники ребята собирают руками различные модели. Исследуют мир с помощью современных технологий. Создают и программируют роботов. Ведь робототехника – это всегда увлекательно и интересно. Сельское хозяйство является основой экономики нашей республики. Чебопчинский луз – один из крупных районов, где развитое животноводство. Если у фермы вот такое оборудование, молоко никогда не прописнет. Проботка молока будет выносить доход. Данные занятия интересны не только мальчикам, но и девочкам. Попробовать собрать что-то самостоятельно и еще так, чтобы это само ходило, вызывает неописуемый восторг у младшего, да и у старшего поколения. Для дошкольников образовательная робототехника выступает как современная педагогическая технология. У них развивается мелкая моторика, сенсорное воспитание идет, логическое мышление развивается. Образовательная робототехника, как и именно педагогическая технология, она особенно подходит для младшего возраста. Жюри оценивали оригинальность конструкторских решений, актуальность и содержательность технических моделей, стремление к созиданию. Инженерный склад ума у ребят радует взрослых. Юные изобретатели убедили, что подрастает достойная смена машиностроителям. Саргалана Федорова, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.